В этот день, 9 ноября 1900 года, русская армия оккупировала китайскую Манчжурию. Это произошло после восстания Ихэтуани, когда в Китае стали убивать европейцев. 9 ноября 1906 года началась масштабная аграрная реформа Петра Столыпина. Был провозглашен указ о свободном выходе крестьян из сельской общины. 9 ноября 1911 года успешно испытан первый в мире ранцевый парашют. Он был сконструирован русским изобретателем Глебом Котельниковым. 9 ноября 1920 года в ходе гражданской войны Красная Армия захватила Перекоп. Белый Крым фактически пал. Война дело само по себе абсурдное. Гражданская война в России апогея абсурда. Потери солдата населения за годы ее сражений, эпидемии вызванного ею голода, оказались больше, чем от самой на тот момент кровопролитной Первой мировой. Битва большевиков и их противников развелась по всей стране. Не был исключением и Крым. Больше того, этот южный регион с военно-морской стоянкой был лакомой добычей любой армии. Сначала, сразу после выхода России с Первой мировой, его оккупировали германские войска. До того недолго Крым контролировали большевики, опиравшиеся на матросов-черноморцев. Вместе с тем временно независимая Украина вела наступление на Севастополь, надеясь заполучить контроль над флотом. После выхода немцев из войны на крымских рейдах очутились французские и английские корабли. А правительство полуострова возглавил человек с самой уместной для этого поста фамилией – Соломон Крым. Вскоре после получения поста он издал декларацию и призвал все население помочь ему в борьбе с злейшими врагами права и свободы, подразумевая большевиков. Словом, до лета 19-го года в Крыму царил беспорядок. Сначала немцы, вместе с ними украинцы, потом моряки, антанты, большевики. В июне 1919 года пришли войска белого генерала Антона Деникина. Но и это облегчение не принесло, так как территории, контролируемые белыми армиями, становились все меньше, а Крым стал одной из ключевых точек опоры. Защищать его решили любой ценой. Как писал Деникин, от союзников, вопреки установившему сомнению, мы не получили ни копейки. Но все-таки в этом вопросе те помощь оказали. При участии французских инженеров на Перекопском перешейке, который соединял Крым с материком, и на Чунгарском полуострове, были построены шесть оборонительных линий с множеством укреплений, пулеметных гнезд, артиллерийских точек. В ноябре 1920 года группа Красной Армии под командованием самых прославленных красных полководцев Фрун, Забуденова и Блюхера подошла к укреплению. Силы их в четверо, а то и в десятеро превосходили войска оборона Врангеля, который после отставки Деникина принял командование Белой Армией. Главные силы врангелевцев держали оборону на Перекопском направлении. Потеря его означала бы потерю всего полуострова. Штурм начался в ночь с 7 на 8 ноября. Кратный перевес сил позволял красноармейцам атаковать сразу с нескольких направлений. Правда, надо заметить, стороны к тому времени уже представляли удручающее зрелище. И белые и красные были истощены годами сражений. Фрунзе, скажем, позже признавался, что для проведения поддавительной работы перед штурмом, во-первых, никаких тех средств в войск под рукой не было, и во-вторых, что работу эту производили люди в условиях страшной стужи, полураздетые и разутые, лишенные возможности хотя бы где-нибудь обогреться. Путь к укреплениям лежал через естественную преграду, Сиваж, Книлое море, неглубокий, незамерзающий залив, заилиный и соленый. Ночью, в 15-ти градусный мороз, красноармейцы пошли через него вброд. Плав средств не хватало, люди и лошади вязали в ими, артиллерию приходилось бросать. Только к утру измотанные солдаты добрались до укреплений и сразу в бой. Четыре раза штурмовали Турецкий и Перекопский вал в фортификацию древних времен. С четвертой попытки 9 ноября 51-я стрелковая дивизия Красной Армии вывела войска генерала Врангеля из Перекопа. Город крепости оказался почти полностью разрушен, а дорога в Крым открыта. За несколько дней боев красные потеряли убитыми 10 тысяч человек, белые в пятеро меньше. Русская армия, предвидя неизбежность поражения, эвакуировалась вглубь полуострова, а позже отбыла на кораблях в сторону Константинополя. В то же время, за неделю после взятия Перекопа красноармейцы дошли до Ялты. Белый Крым пал. Начались аресты и расстрелы всех за подозренный в содействии или за чувствии Врангеля. Вся страна, кроме Дальнего Востока, оказалась в руках революционных сил.